В Карагандинской области с начала купального сезона утонуло 8 человек. В основном это происходит из-за несоблюдения правил безопасности. В связи с этим сотрудники ДЧС Карагандинской области проводят профилактические рейды, во время которых подробно разъясняют отдыхающим правила поведения. Для того, чтобы предотвратить несчастные случаи, сотрудники ДЧС области проводят рейды, рассказывая отдыхающим о правилах поведения на воде. Спасатели раздавали памятные буклеты и демонстрировали на специальном манекене, как оказывать первую помощь пострадавшему. Мы стараемся, соблюдаем правила купания, мы понимаем, что всякое может быть, что и случаются такие непредвиденные случаи. Я, например, сама очень сильно далеко заплывать боюсь. И мне кажется, что я в безопасности, что ли, далеко не заплываю, соблюдаю все это. Здесь купаемся, за буйки не заплываем, в целом все нормально. Ну, если вдруг что там, можем сделать искусственную вентиляцию легких, оказать первую помощь пострадавшему, вытащить из воды. Вы это сможете, да, сель? Да. В прежнюю очередь думаем о безопасности. У нас растет ребенок, поэтому родители нужны. Мы не пьем, не курим, ЗОЖ. Поэтому все у нас хорошо. А санитарный нормальный? Вы с собой собираетесь? Конечно, конечно. В первую очередь мы взяли с собой пакетики для мусора обязательно. Подобные мероприятия будут проводиться часто на протяжении всего купального сезона. Спасатели говорят, что в основном жертвами становятся дети. Они страдают из-за своей неосторожности. Перед началом купального сезона у нас был утвержден план Акимом района Абайского. Также начальникам департамента согласованы были с местной полицейской службой графики дежурства проведения рейдов совместно с сотрудниками местной полицейской службы, а также сотрудниками спасательной станции, которая дислоцируется на водохранилище Топар. Мы ежедневно проводим рейды. У нас в рейдах также участвуют сотрудники противопожарной службы. С понедельника по пятницу весь личный состав переведен сейчас в режим и проводят рейды. Кроме того, изготавливают баннеры и запрещающие знаки, которые в скором времени установят на диких пляжах и на территории зон отдыха. Осель Сазамбаева, Жасулам Акулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский.